Москва-Сеул. Вот уже более 25 лет между столицами России и Южной Кореи действуют регулярные авиарейсы. Юбилей отметили в аэропорту Шереметьево. Корейская авиакомпания продемонстрировала, чем удивляют пассажиров на борту ее самолетов. В частности, меню из национальных корейских блюд. О вкусе Востока Елена Васильевская. Первый самолет из Сеула приземлился в Шереметьево 31 марта 1990 года. С тех пор столицы России и Южной Кореи связаны крепкой дружбой. За 25 лет авиакомпания расширила маршрутную сеть в нашу страну. Из Сеула можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Киркутск и Владивосток. В условиях кризиса многие авиакомпании покидают российский рынок. На этом фоне наша авиакомпания сохраняет позиции. Мы летаем во все города, которые летали раньше. И мы постоянно обновляем парк судов, который выполняет полеты в Россию. Журналистов и блогеров. На небольшом праздничном столе в этот день исключительно национальная еда. Именно эти блюда подают пассажирам в бизнес-классе. Салаты, закуски и рис с различными добавками. Вам нужно пить рис, положить в эту тарелку. Дальше добавить мазерное масло и пиличную пасту. Но она на самом деле очень острая. Корейцы уделяют большое внимание не только еде, но и комфорту в целом. Именно поэтому с 1 июля появились ежедневные рейсы между двумя столицами. Почти 9 часов полета больше не покажутся такими долгими. Пассажиры будут летать на новом комфортном аэробусе 330-300. Его презентация состоялась несколько месяцев назад. В Шереметьево рейс ожидала торжественная встреча. Для корейских авиалиний «Друга с Россией» не просто слова. С каждым годом количество туристов увеличивается для обеих стран. Недавно авиакомпания сняла видеоролики о путешествиях корейских студентов из Владивостока и Санкт-Петербурга. И можно с уверенностью сказать, что эта дружба с каждым годом будет только крепнуть. Елена Васильевская, Олег Мелехов, Служба новостей.